Всем привет! Это канал МакЛауд. Меня зовут Саня, это Катерина. Привет, привет, ребят! И сегодня мы снизойдем с наших очень сложных тем, которые касаются специалистов, профессионалов кальяной индустрии, к темам, которые пользуются невероятной популярностью в поисковиках интернета. Речь пойдет просто о создании просто кальяна для тех, кто делает это вот один из первых разов. Да, сегодня мы обсудим матчасть, и для Саши это тоже будет полезно, потому что он так сразу как-то погрузился во всю эту тему, в забивочки, в какие-то интервью, и половину слов на самом деле не понимает, и базу-то не знает. Так что, Саша, сегодня будем обсуждать базу. Пункт номер один. У нас есть какой-то кальян, неважно в данном случае это кальян МакЛауд, но начинается с чего? С того, что мы берем какую-то чашу, и в эту чашу складываем какой-то табак, какое-то его количество. Я не знаю, сколько его нужно складывать, ей-богу. Я никогда не смогу самостоятельно его забить так, чтобы с первого раза что-то получилось. Вот сейчас у меня в руках чаша, в которой уже заботливо набили какое-то количество табака. Это нормально? Вот то, что сейчас забито? Как вообще, какими правилами нужно пользоваться, что забивать? Да, правило простое. Это зависит от того, что ты хочешь получить. Если ты хочешь, чтобы табак прилип к колодке, горчил, или там, я не знаю, просто давал больше крепости, лучше разогрелся, но это крепкие табаки, тогда ты можешь забивать побольше и прям прилиплять к колодку к табаку. То есть прям утрамбовывать фактически, да? Ну, утрамбовывать не обязательно, но самое главное, чтобы колодка касалась вот этого верхнего кромка. То есть прям по верхней кромке забиваем? Да, и листочки могут немножко... Для тех, кто впервые забивает кальян, сколько его лучше положить в табаках? Для тех, кто впервые забивает, конечно, лучше класть по объему чаши. Это экспериментальным путем, ну, визуально ты определяешь. Вот сейчас вот это правильно? Здесь нормально, да, положено. Можно сделать небольшой отступ 1-2 мм и просто холодной колодочкой проверить. Дай мне, пожалуйста, чашу. Мы сейчас покажем крупничком. Вот сейчас, если видно, я надеюсь, что видно, у нас действительно 1-2 мм ниже края чаши расположена вот эта верхняя плоскость табака. Он забит не очень плотно, ну, так, рыхленько, я бы даже сказал, и в нем уже проделаны, да, такие отверстия, которые должны быть стандартно проделаны. Там вот одно отверстие, ну, чашка такая, потому что. Ну, да. Как ты думаешь, что будет, если забить мало табака? Он сгорит. Нет, на самом деле он просто будет очень плохо раскуриваться, будет мало дыма, и никакого удовольствия от такого курения ты не получишь. Ну, просто будет трудно разогреть чашку. Так, а если много? А если много, то тогда у тебя есть риск, что он просто-напросто сгорит. О, наоборот все. Да, конечно. Понятно. Переходим к следующему пункту. Когда я забиваю кальян, я, как правило, практически сразу начинаю его раскуривать. Этот процесс занимает какое-то количество времени, и, как оказалось, я не прав. Но вообще так делать не рекомендуется, хотя мне тоже плевать. Я забиваю и раскуриваю дома сразу же у себя. Если ты делаешь где-то в заведении кальяны, конечно, ты не сможешь стоять, там, 10 кальянов раскуривать, поэтому ты просто ставишь уголечки и ждешь минутки 3-5 в зависимости, опять же, от крепости табака. Чтобы просто погреться. Да, сколько ему нужно времени, чтобы прогреться. И когда ты делаешь первую тягу, у тебя уже достаточное количество дыма, тебе не нужно вот это вот дышать до потери сознания. Вот, а может, дай мне, пожалуйста, мой штучок. Я сейчас хочу на примере затяжки, чтобы ты характеризовал, дымный это кальян или нет. Ну, давай посмотрим. Ну, я бы сказала, что здесь очень среднее количество дыма. Среднее количество дыма? Да, может быть и должно быть побольше даже. Вот, почему должно быть побольше? Потому что люди очень любят дымные кальяны, и вообще большинство из них курят только ради дыма, я тебе скажу по секрету. Поэтому чем больше дыма, тем лучше. Как сделать больше дыма? Это очень сложный вопрос, и на эту тему снято очень много, на самом деле, выпусков, блогов, обзоров и так далее. Тут самое главное соблюдать температуру в чашке. То есть, табак любой раскрывается, когда для него создана оптимальная температура. Но это, знаешь... Чайнику это подвластно, человек, который впервые делает кальян. Это очень сложно. Это вот путем опыта, экспериментов, какой-то практики достигается вот это чувство температуры. Делаем вывод, за количество дыма в первых кальянах не паримся. Какой у нас следующий частый поисковый запрос? Следующий поисковый запрос касаемо углей. Много, мало, от чего это зависит и так далее. Это опять же зависит, забегу вперед и скажу, от табака, который у тебя забит. Средний арифметический. Мы берем средний, не самый дорогой, не самый крепкий. Мы берем какой-то обыкновенный табак. Забиваем обыкновенно. Чашу не плотно, не мало, вот примерно так, как у нас есть. И складываем сверху, например, калаут и кладем туда сколько уголечков. Смотри, рекомендуется на разогрев класть 4. Когда он чуть-чуть прогрелся, мы один снимаем и на трех уже комфортно курим. Я довольно часто убираю в заведениях третий уголь, потому что прям горчит. Но это уже вопрос вкуса. И видишь, ты же не знаешь, как он там забит внутри. Вдруг его слишком много. Ну да. Три. Три на курение, четыре на разогрев. Ну, обычно да. Это стандартная схема. Следующий поисковый запрос, который пользуется невероятной популярностью. Вот тут у меня есть интересная история, потому что это запрос про количество воды. Вообще, на самом деле, есть такая вещь, как оптимальное количество воды. Вода должна чуть-чуть закрывать диффузор. Ну, то есть вот эту самую часть кальяна с дырочками, для тех, кто не знает, это диффузор называется. Не диффузор ни в коем случае, кстати. Вот. Она должна немножко закрывать диффузор, буквально там, может быть, на сантиметр сверху. Но у меня был случай, когда я раскурила и вынесла гостям вообще кальян без воды. Опа. Так что кальян без воды вполне себе может куриться, но у него есть недостаток. Он со временем перестает дымить. Но, тем не менее, выдает запах и вкус. Да, вкус он выдает абсолютно так же, но дымить перестает. Класс. Если ты заливаешь больше воды, закрывай большую часть диффузора. Если ты заливаешь больше воды, то вода, во-первых, может попасть в трубку. Это какое-то некомфортное курение, трубка плюется, и, в принципе, вода в трубке всегда чувствуется, когда ты делаешь затяжку. Ну и когда продуваешь, ты тупо можешь залить кальян, но это зависит от модели кальяна. Давай мы зададим еще один вопрос, который мы не нашли к этому моменту, но он так и есть. Вода, сок, вино, водка, абсент. А в чем вопрос? Что нужно заливать в колбу? Заливать можно все, что угодно на самом деле. Все, что жидкое, можно заливать. И оно будет с разной степенью яркости чувствоваться в кальяне. А у меня есть информация от одного гениального кальянщика, который прям действительно чародей. И воду, потому что все остальное на самом деле не прочувствуется. Но алкоголь ты почувствуешь 100%. На вкус кальяна он повлияет? Да, особенно если это будут пары абсента или что-то такое очень крепкое, ароматное, типа абсента, самбуки и чего-то такого. Для первых кальянов нужно ли проводить такие эксперименты? Да, вообще такие эксперименты проводить не рекомендуется, потому что, когда ты пьешь алкоголь, он фильтруется у тебя через печень и так далее. А здесь он поступает прямо в кровь, когда ты делаешь вдох. Еще один вопрос, который волнует меня. Я совсем недавно узнал, что фольга, это оказывается ни о чем. А где ты такое слышал? Ну вот так, вот узнал я. Вот подошла до меня такая информация. Насколько это правда? Типа, модно вообще делать без фольги? Вот так. Без фольги? А что тогда ставить туда? А вот сверху специальная такая металлическая насадочка, которая с отверстиями уже сразу сверху кладет скалаут. А почему отверстия довольно большие, они не такие мелкие? Вот такая должна быть тема. Но есть на самом деле такие модели, там, хот-скринов, коллаудов, они по-разному это называют, и сеток для кальяна. Их можно вполне себе использовать. Но это на любителя. Кто-то говорит, что ему не нравится курить на таком приспособлении, кто-то вполне себе спокойно курит. То есть фольга? Фольгу это можно использовать как классический вариант. Если дома курите, тем более, пожалуйста. Тогда вот это обычно в компании есть кто-то один, кто уже третий раз делает кальян, а кто-то еще не разу, и все наблюдают за тем, как этот человек виртуозно зубочисткой или заточенной спичкой, иголки, естественно, никогда нет, но в песке, я скажу это слово, пробивает определенное количество, приговаривая какие-то заклинания, нанося какие-то змейки, спиральки, вот это вот дырявит изо всех сил фольгу. Сколько на стандартную чашу должно быть дырок? Ну, никто тебе не ответит на этот вопрос. Но есть такая история, когда у нас наш известный человек, с которым ты общался в прошлых выпусках, Дима Густой, выиграл хукари-мачи. Это соревнование, когда готовят максимальное количество кальянов на время, за самое короткое время. И он сделал просто одну дыру посередине фольги пальцем. Бомба, так, класс. И кальяны отлично курились, так что можно обойтись и одной. Давай перейдем к следующим запросам, хотя ты хотела мне сказать что-то интересное, говори. Да, интересное это то, что есть еще теории, что даже диаметр вот этих дырочек влияет на качество курения кальяна, влияет на тягу, влияет на дымность и так далее. Каков должен быть диаметр среднестатистической дырочки? Ну, классика, это когда ты берешь канцелярскую кнопочку такую. Скрипочку? Нет, именно кнопочку. Кнопочку? Которая вот с такой гвоздичек такой цветным таким этим. Да. И вот прям этой вот кнопочкой тынц-тынц-тынц, ну или любой иголкой шлейной. В общем, мелкий гвоздь. Ну, зубочистки крупноваты для этого дела. Зубочистки, ребята, крупноваты для этого дела. Переходим к следующему запросу. Это, есть такая версия, что можно сделать кальян, которым будет на чаши фольга и не будет ни одного отверстия. Ну, на самом деле я не пробовала так курить, но у меня такое ощущение, что он просто не будет курить, потому что ты перекроешь всю тягу. Откуда будет тяга, да, откуда будет. Но, с другой стороны, если фольгу неплотно сделать, как раз воздух будет забираться, проходить. Это какая-то порнография. Я согласен. Зачем такие жертвы? Следующий вопрос про уголечки. Регулярно, особенно первые разы, покупаются угли, которые разжигаются вот этим вот селитринным способом, когда щ-ш-ш-ш, и он вроде разжигается. Насколько это можно, мне кажется, это курить нельзя, потому что это воняет, страшно. Да, это воняет, это вредно для здоровья, но сейчас, мне кажется, что даже уже обычные домашние курильщики, которые только начинают курить кальян, уже не курят на таких углах. Курят, курят. Серьезно, ты такое видел? Я курил, Саван. Когда за неимением, за неимением другого, когда у тебя только вот это старое, да старое. Ну, а что делать? Приходите. Я тебе потом подкину рецептик. На самом деле, угли для кальяна можно сделать из подручных средств. И может быть, мы сделаем как-нибудь такой обзор. Можно я скажу подводку? Смотрите в следующих выходках, в следующих выпусках, как сделать из подручных средств хороший уголь для кальяна. Следующий вопрос из интернета, это то, что мне, собственно говоря, очень плохо понятно. Как нужно правильно работать с клапанами? Да просто продувать. Перед тем, как ты забил кальяна и начал его раскуривать, нужно проверить, не залип ли у тебя клапан. То есть просто попробовать несколько раз продуть его. Потому что на некоторых моделях кальяна... И не забит еще. Ну, ты налил водичку и просто несколько сделал так в себя и из себя. На некоторых моделях кальяна в шарик внутри, он залипает, потому что обрастает сиропом, смолами и так далее. Его нужно просто в таком случае немножко протереть, и, собственно, у тебя все заработает. Однажды я лицезрел такой момент. Я не знаю, правильно ли это или нет, когда моя хорошая знакомая во время покура взяла, подняла вот как раз сложную конструкцию, перемешала табачок и поставила чашу обратно. Мне показалось, что в целом конструкция для этого не предназначена. Он так убедительно, уверенно это делал, что я подумал, что так и надо. Так и надо? А знаешь, кто первый это придумал? Кто? Ну, во всяком случае, показал. Опять же, наш новатор Дима Густой. Я лично была на мастер-классе, где Дима рассказывал. Он показывал определенный способ забивки, и одна из частей этой забивки, один из технологических процессов, скажем так, это было вот снять колодочку и перемешать табачок. Так вот, я пробовала так делать неоднократно. И что я могу сказать? После перемешивания вкус отвратительный. Это как сигарету затушить и потом снова начать курить. Как трубку не просушить и начать курить. Как сигару не дообрезать, покурить, а потом обрезать, потом опять покурить. Вот что-то типа этого, просто оживить труп. Оживить труп. Ни разу у меня не получилось продлить время курения кальяна таким образом, так, чтобы мне было приятно это делать. Я прям вижу сейчас картинку, лежит кальян, и вот так электрошок. Я говорю, живи, друг! Живи еще! Да. Ну, и я не рекомендую это делать, потому что, опять же, я убеждена, что для табака очень важно сохранять определенный уровень температуры. А можно ли досыпать табачку? Ну вот мы и досыпали маленечко. Будет невкусно на самом деле. Ладно. Поэтому я вообще очень боюсь, когда кальянщики в заведениях ко мне подходят. Знаешь, такое бывает? Начинают что-то снимать колодку, вытряхать угли. Я вообще пугаюсь, когда снимают колодку. Меня прям все передергивает, потому что я знаю, что есть очень большой риск, что что-то пойдет не так после этого. А, страшно. Очень страшно. Вот так мы в двух словах разобрались о том, как человеку, впервые столкнувшимся с кальяном, сделать кальян более или менее приемлемо, вкусным, дымным, негорящим, ну и так далее. Следуйте нашим советам, следите за нашими выпусками, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, оставляйте приятные какие-то слова, звоночки, ну, все вот эту вот историю. Да, и если у вас есть собственные советы для начинающих, то тоже оставляйте их, в том числе для Саши. Ну что, поздравляю!